В Баку стартовал 10-й фестиваль имени Мстислава Ростроповича, который продлится 5 дней. В международном фестивале мировую классику исполнят известные музыканты и коллективы из России, Германии, Швейцарии, Испании и других стран. Концертные программы пройдут во Дворце Гейдера-Алиева, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Бакинской музыкальной академии имени Узира Каджибили, Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. В своем выступлении на открытии вечера министр культуры Азербайджана Бульфас Гараев отметил, что проведение фестиваля Мстислава Ростроповича стало доброй традицией в культурной жизни Азербайджана. Семья Ростроповича оставила значительный след в истории азербайджанской музыки. Если Леопольд Ростропович помогал в формировании музыкальной школы в начале 20 века, то Мстислав Леопольдович Ростропович внес большой вклад в музыкальную культуру в конце 20 века, начале 21 века. Фестиваль Ростроповича не случайно проходит в Баку, в городе, который маэстро назвал родным и любимым. Именно сюда его родители переехали из Оренбурга по приглашению великого азербайджанского композитора Узира Каджибили. Позже, в 1969 году Ростропович возвращается в Азербайджан по приглашению общенационального лидера Гейдара Алиева. Его гастроли в Азербайджане в 70-х годах были особенно интенсивны. Вернется в Баку Мстислав Ростропович из-за миграции, отметит свое 70-летие и вновь убедится, что о нем здесь не забывали. Благодаря Гейдар Алиеву улицы, на которой жила семья Ростроповичей, а также одна из музыкальных школ, были названы именем Леопольда и Мстислава Ростроповичей и создан Дом музея Ростроповичей. Маэстро постоянно приезжал в Баку, чтобы пройтись по улице, носящей имя его отца, известного музыканта, побывать в доме, где он родился, ставший теперь Домом музеем Ростроповичей, дать мастер-класс студентам Азербайджанской государственной консерватории. Мстислав Ростропович внес большой вклад в преодоление информационной блокады, в которой оказался Азербайджан в начале 90-х годов. Маэстро был одним из тех, кто доносил правду о Нагорно-Карабахском конфликте, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцах.